Всем привет! Как я обещал, в этом ролике я подготовил для вас, наверное, самое сильное разоблачение на SmartRP. Наверное, правильнее будет на основателя проекта Егора Курила, но в сути это не меняет. Сначала я планировал записать всё в одном ролике, но когда я взглянул на сценарий, то понял, что ролик получится длинным, и тогда его мало кто досмотрит. Я хотел бы вас попросить о помощи. Распространяйте это видео где только можно, поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы ютуб выдвигал видео рекомендации, пора открыть глаза людям. Сегодня мы поговорим о том, почему я ушёл с поста пиар-менеджера, о том, как мне была поручена диверсия на Боровихе, как Егор покрывает своих друзей, которые даже не работают, и об огромной алочности Курила. Ну, мы приступаем. Давайте начнём с самого простого. Почему я ушёл с поста пиар-менеджера? Ну, по словам Курила, он как бы снял меня за плохую работу, из-за чего, когда я это увидел, я чуть не умер со смеха. Давайте по порядку. 4 июня я, как всегда, проверял выплаты бесплатникам. Там проверял вводы промокодов и все дела. Ну, стандартное занятие. И вышло так, что общий ввод промокодов составил около 20, то есть 20 человек пришло на сервер от ютуберов, что очень мало. И знаете, что сделал Егор? Он не дал мне разрешения надавать по шеям. Он, блядь, спросил, как сильно я их игнорирую. Ахненное решение проблемы, хотя я просто просил кикнуть самых неактивных ютуберов. И просил я это неоднократно. Значит, проводит он голосование. И 80% негативных ответов были как раз от тех людей, которые просто забили на сотрудничество. А некоторая часть вообще его покинула, но оставалось беседа. В общей сумме вышло 18 негативных ответов на 94 бесплатников. При том, что самые активные блогеры, у которых был самый большой приход игроков, которые, можно сказать, и составляли эту статистику приходности, яро защищали меня. Но ему было все равно. Он начал обвинять меня и говорить, мол, так нельзя, статистика не может врать. А на слова, посмотри на этих людей и их каналы. Да и какая может быть тут статистика, если даже половина блогеров не проголосовали? Он никак не реагировал. Вы думаете, он снял меня с поста из этого? Хм-хм, нет. Он просто с ничего начал смотреть таблицу. И о, какое чудо! В таблице резко пропадает большой кусок бесплатников. Хотя он обычно хуй клал на нее и смотрел только приходность. Он начинает снова меня обвинять в том, что я не заполнил таблицу. И самое смешное в том, что подобный случай уже был. Только я сам это обнаружил и писал ему, что часть блогеров пропала из таблицы. И попросил откатить ее. Он не смог мне помочь. И тогда я потратил целый час, чтобы вернуть их обратно. Что мы имеем в конечном итоге? Статистика сфабрикована. Это ясно даже дураку. Таблица баганая или эта попытка подставить меня откурила, я точно не знаю. Потому что случай такой уже был. И выходит, что? Вины моей никакой нету. Вы думаете, он снял меня уже за это? Тоже неверно. Он дает якобы время на исправление. Выставляя меня таким пидорасом. При том, что я пахал за копейки. И делал это я не ради денег, а ради помощи ему. Потому что считал его своим другом. Я вижу всю эту ситуацию, понимая, что меня просто поливают говном. Хотя правда на моей стороне. И я иду на самый правильный шаг. Я ставлю условия. Я не терпила, и для меня мое честное имя намного важнее зажаратого пацана. Я сказал, или обвинения в мою сторону будут сняты, или я покидаю пост. Он явно этого не ожидал. Вышло так, что он считал меня далеко не другом, а инструментом и рабом. Просто пользовался мной. Он пытался что-то вбросить, но я яро стоял на своей позиции. Он ответил отрицательно, что я и ожидал. Так как ЧСВИ признавать свои ошибки он не может. И я спокойно начал с ним прощаться. Я не собирался покидать ютуберку на смарте. Но что произошло дальше, стало последней каплей, что потолкнуло меня на это разоблачение. Об этом сейчас и поговорим. «Значится, я прощаюсь с бесплатниками, все плачут и так далее. У меня хорошее настроение, я благодарю Егора за опыт и так далее. Хотя мое сообщение о том, что я ухожу по СЖ удалилось. А он говорит, мол, типа, и заправ не дало, и бот удалил. Ну, имеет смысл. Тогда я попросил бесплатника и самого Егора переслать мое сообщение. Что вы думаете? Курила его не переслала. Блогер пишет, что сообщение тоже удалилось. Хотя он кидал без зала. Понимаете, к чему я веду? Ну, я так вот думаю, ну и ладно. В любом случае, все знают, что я по СЖ. Ну, оказалось, что не все. Все хорошо проходит, обмениваемся любезностями. И тут он мне пишет о том, что надо вернуть 500 рублей. Отсюда и начался весь пиздец. Я ему говорю, пускай эти 500 рублей останутся у меня. Я отработал 5 дней сверху после последней зарплаты. А с учетом того, что я получил 9 тысяч в месяц, я должен был получить около полторы тысячи рублей. Также я делал много полезных проектов для смарта, которые никакими бонусами не облагались. Писал самописного бота ВК для автоматического ответа бесплатников. Совершал диверсии на бровихе, об этом поговорим позже. И я предлагаю ему оставить себе эти 500 жалких рублей в качестве оплаты всего, чтобы никто не был в обиде. В общем, откуда взялись эти 500 рублей? Каждую неделю на смарте проводились конкурсы на большое количество просмотров на одном ролике и на большое количество отснятых роликов за неделю. И приз в каждом конкурсе составлял по 500 рублей. Победитель первого конкурса попросил у меня донатов. Ну, была такая тема, что реальные рубли от промокодов и конкурсов можно было обменять на донат, и тогда ты получишь x2. Ну, я ему выдал, а деньги решил отложить на следующий конкурс, чтобы особо по бюджету не бить. Так, ну, откуда взялись эти деньги, разобрались. Вернемся к ситуации. Он яро вцепился в эти 500 рублей. Только задумайтесь, это насколько надо быть алчным, продавая бизнесы за 60 тысяч реальных рублей людям, получая доходы от проекта, вцепиться в заслуженные, отработанные мною 500 рублей. Ну, я думаю, буду я еще тратить время на это. Взял и бросил эти несчастные деньги на реквизиты, которые он дал. И тут я вижу, как меня исключают сканфы блогеров. А знаете, по какой причине? Он говорит, деньги не дошли. Я сижу в огромном вахуе от этого, кидаю ему скрин с переводом, благо я его сделал, и говорю, как они могут не дойти, если у меня на руках квитанция, чеки и скрин перевода? Ответ убил. Не дошли и не дошли, оставь себе. А, спасибо. Оставить себе деньги, которые я отослал. Но на ютуберку мы тебя не вернем. Потому что потому. Конечно, потом уже, когда шумиха поднялась, они придумали миллионный причин, почему они меня удалили оттуда. Ну, просто посмотрите на тайминги, и сразу все станет ясно. Это стало последней каплей. Да, именно после этого я решился записать разоблачение. Но это была лишь одна из причин. О других мы также поговорим. Думаю, теперь не стоит говорить, насколько алочным может быть человек. Забрать честно отработанные деньги, хотя я должен был получить в три раза больше. И снять с ютуберки, потому что я не оказался таким покорным стадом и не кинул деньги сразу. А теперь вспомните начало ролика, когда мы говорили об моем уходе. Как думаете, обретает смысл мои слова, что это все мог устроить Егор, чтобы лишить меня зарплаты, и я бесплатно отпахал месяц? Потому что, если, как он говорит, он снял меня за плохую работу, что же он не снял меня сразу, а дал какое-то время на исправление? Я думаю, имеет смысл. Что же, а мы идем дальше. Для тех, кто не знает, но после моего ухода с поста PR-менеджера, на это место поставили моего бывшего помощника. И знаете почему? Я знаю, что бесплатка будет 100% обречена. А давайте посмотрим, как данный индивидуум справлялся со своими обязанностями. Давайте для начала разберемся, что входило в мои обязанности и в его. Я занимался таблицей, а это свыше 90 бесплатников, оплатами вертами, проверкой промокодов, проверкой конкурса, поиски туберов и отсылкой им приглашения на сотрудничество. Возможно, я что-то забыл, но суть вы поняли. Давайте теперь посмотрим, что входило в обязанности Алексея. Хм, знаете, как-то пусто, а потому что он отвечал только за группу. Я имею в виду группа по сотрудничеству, в котором обычные люди пишут с целью начать сотрудничество. Ее почистить можно буквально за 10 минут. И знаете, что самое забавное? Он ее не чистил от слова совсем. Я много раз писал ему об этом, но что он просто начал меня игнорировать и упрекать в том, что я его начальство посмело критиковать его. Неделю я чистил эту группу сам, и меня это уже взбесило до такой степени, что я начал писать об этом Егору. На что я получил ответ, что это я виноват, что он не работает, мол, я не могу найти с ним общий язык, хотя кроме работы мы с ним даже не общались. Позже в его обязанности вошли и создание промокодов. И как думаете, создавал он их? Хм, нет. Мне писало много людей, что Леша просто игнорирует их или же не принимает заявку друзья, а Илэс у него был закрыт. Курил отнесся к этому халатно и не стал даже выдавать никакое наказание ему. Не говоря о замене. Хотя я предлагал ему профессионального человека. На минуточку, человек, который ничего не делает, получал 4500 рублей в месяц. Можно сказать, за даром. А потом мне сообщают, что Алексей это друг или знакомый Егора. И тогда для меня все стало на свои места. Он такой святой, а я, который делал его работу, такой пидорас, что посмел открыть рот на него. А теперь я хочу обратиться к бесплатникам. Скажите, какое будущее вас ждет, если вы будете идти за таким пиар-менеджером, который сидит там ради денег? Возможно, он несколько недель покажет, типа какой он крутой и круче меня. Но потом, как и в прошлом случае, просто забьет болт на вас. И Курила ему ничего не сделает. Но знаете, в чем он никогда не сравнится со мной? В отношениях к людям. Я оценил каждого блогера и яро пытался помочь ему справиться с проблемой разного характера. А у Леши либо пофигизм, либо шаблонные ответы. Думайте сами, за кем вы идете и как вы убьете свой канал. Ну а мы идем дальше. Ну и последнее, наверное, на сегодня это поручение диверсий. Для тех, кто не знает значение этого слова, попытаюсь объяснить простыми словами. Это нанесение вреда изнутри. Значится, мне надо было провести диверсию на Боровихе, чтобы блогеры оттуда ливали и, собственно, перетягивать их на смарт. Скажу сразу, ничего противозаконного я не делал. Думаю, вы помните шумиху, когда блогеры с Боровихи начали массово ливать. Так вот, это не без моей помощи и моих людей, которые наводили панику там. Да, я знаю, что это плохо и мне с самого начала это не нравилось. Но я старался ради проекта. К сожалению, ушедшие блогеры не согласились перейти на смарт. И я решил забыть это. Боровиха сильно просела по онлайну и сравнялась со смартом. Хотя, какой онлайн на смарте? 80% всего онлайна составляет боты. Думаю, это каждый уже знает. Так в общем, я уже почти забыл про это. Как Курила снова мне пишет и спрашивает, когда же все-таки диверсия произойдет снова? Ну, я понял, что я таким больше заниматься не буду и придумал байку, мол, люди мои не выходят на связь. И что-то в таком темпе. Егор не может честно конкурировать с другими проектами и пытается хоть как-то оставаться на плаву вот такими действиями. И сам он боится запачкать руки, а поэтому использует людей, а потом скинет всю вину на них. Что же, ролик затянулся, я думаю, что пора его заканчивать. Я, конечно, мог сделать его длинным, но тогда мало кто его бы досмотрел. Выход второй части будет обязательный, я даже не буду ничего просить взамен. Но мне нужна ваша помощь. Распространяйте данный ролик, пускай люди наконец узнают правду, что стоит за добреньким основателем, который твердит, что они работают ради людей. Ну что ж, будем прощаться. С вами был Стрейдж Билдер. Спасибо, что досмотрели, кто досмотрел. Всем удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok